Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем читать 8 главу книги Исход. И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, «Так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Возникает вопрос, почему Господь дает повеление Моисею идти от его Господа имени к фараону. Ведь фараон уже сказал, что он Господа не знает. Но была уже первая казнь. Был поражен Нил, и он восмердил, потому что он превратился в кровь. И фараон должен был познать Господа через это первое наказание. Поэтому Моисей должен идти от имени Господа, который уже начал совершать свои казни над Египтом. Если же ты не согласишься отпустить эти слова, Моисей должен будет сказать фараону, то вот я поражу всю область твою жабами. Как мы уже говорили ранее, Бог поражает богов Египта. Дело в том, что лягушка или жаба была божеством Египта под именем Хекет. Она считалась покровительницей всех женщин в момент их родов. Давайте посмотрим, как этот образ жабы объясняет древнехристианский экзегет Исидор Сивильский. Во второй казни появляются жабы, которые, как считается, иносказательно изображают стихи поэтов, приносящих в этот мир лживые произведения, пустые и напыщенные, как кваканье жаб. Ведь жаба – это болтливейшая пустота. Само это животное непригодно ни к чему другому, кроме как к издаванию ужасных и непереносимых звуков. И далее мы читаем, а что должен сказать еще Моисей фараону. «И воскрешит река жабами, и они выйдут, и пойдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в дома рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои». Здесь мы прочитали «выйдут и войдут». Возможно, речь идет о том, что они выйдут из Нила, потому что Нил восмердил, и даже жабы не могли обитать в Ниле, то есть выйдут из Нила и войдут в дома. «Войдут в спальню твою, и на постель твою, то есть нигде человек не сможет укрыться от этих казней Божьих. И на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, прости руку твою, жезлом твоим, на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон совершает это действие. Итак, выше мы прочитали, что Господь говорит Моисею, сделай то-то, то-то, скажи фараону то-то, то-то, а потом говорится, что уже начинается наказание. Это значит, что после того, как Бог дал повеление сказать фараону то-то, то-то, то Моисей это все сказал, потому что не может быть наказания без предостережения. Далее читаем. «Тоже сделали и волхвы чарами своими и вывели жаб на землю египетскую». Они как бы добавляют нечто к тому, что сделал Аарон, но это выглядит внешне. Возможно, чарами своими они порождали некие такие галлюцинации. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, помолитесь и Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Так как эта казнь вторая, она коснулась личной жизни фараона, когда в его апартаментах, даже в его квашне появились жабы, то он напуган. Но то, что он говорит, он говорит как бы с оглядкой на некое обстоятельство. «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский». То есть, если будет результат, тогда я отпущу народ израильский. Такое его прошение обнаруживает его нечестие. Ибо когда мы просим Господа о чем-то, мы полагаемся на его волю. И в конце каждого прошения мы можем говорить, впрочем, не наша, но твоя воля да будет. А фараон ставит некие условия. Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». А почему Моисей просит фараона назначить время? Чтобы не было так, Моисей помолится, Господь уберет жаб, а фараон скажет, это случайность. Но если фараон назначит определенное время, и Моисей будет просить Бога, чтобы именно в это время пропали жабы, это уже трудно будет назвать случайностью. И что происходит далее? Он сказал, то есть фараон, завтра, то есть не сегодня, а именно завтра. Моисей отвечал, «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удаляться жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа, только в реке они останутся, то есть они останутся там, где им и положено быть, ибо в природе нет ничего лишнего, и даже жабы, они тоже в каком-то замысле Божьем, они сами по себе не возникли». Хочется сказать в защиту жаб немножко. Есть такая древнееврейская притча о том, что однажды царь Давид, когда он беседовал с Господом, он спросил, «Господи, есть ли кто-то на земле, кто тебя прославляет так много и так непрерывно, как это делаю я?» И Господь ответил Давиду, что жаба действительно, она все время квакает, она непрерывно как бы что-то просит. В самой природе, которая нас окружает, нет ничего лишнего, ибо когда Господь создал все в этом мире, Он сказал, что все весьма хорошо. «И сделал Господь по слову Моисея, жабы вымерли в домах, на дворах и на полях. И выше Моисей и Арон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона». Вот здесь мы видим, что Моисей начинает молиться тогда, когда выходит из дворца фараона, потому что в дворце было много идолов, и нельзя было молиться Богу, то есть было некое затруднение в окружении идолов. И в некоторых случаях Моисей даже выходил за пределы города, в котором тоже было много идолов. «И сделал Господь по слову Моисея, жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их груды, и восмердела земля». По истолкованию Исидора, Севильского жабы – это поэты, всякие фантазеры, которые сочиняют всякие романтические истории, а потом все это превращается в смрад распущенности и разврата, когда очарованные их писаниями люди начинают экспериментировать с собственным телом. «И увидел фараон, что сделалось облегчение и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». Как только причина его беспокойства, она устранена, он забывает то, что он сказал. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земли египетской». Слово, переведенное как «мошки», встречается только здесь и в 104-м псалме 31-й стих. Возможно, имеются в виду насекомые, известные нам как комары или москиты. В понимании древних египтян эти мошки, они составляли из себя как бы дворцовую прислугу священного скоробея. И здесь как раз гнев Божий проявляется через них, потому что каждая казнь – это вызов к какому-то божеству Египта. А священный скоробей был очень серьезным божеством Египта. Сейчас мы посмотрим Исидора Сивильского, что он пишет по поводу мошек. После этого производятся мошки. Это животное летает по воздуху на крыльях, но оно настолько малое, ничтожное, что его нельзя увидеть глазами, если только не всматриваться пристально. Тело, на которое эта мошка садится, она начинает очень больно кусать, так что если кто не в состоянии увидеть летящую мошку, сразу почувствует кусающую. Животные этого рода сравниваются с эритической изощренностью, которая изощренными словесными приемами мучает души, оплетая их с такой ловкостью, что обманутый не видит и не понимает, откуда приходит обман. Исидор Сибильский с некоторым таким юмором, который свойственен ему, он сравнивает этих мошек с еретиками. И мы читаем далее. Итак, мошки появились по всей земле египетской, а Рон простер руку свою, жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. В понимании древних евреев волхвы, то есть чародеи, они могут создавать какие-то... чудесным образом могут создавать там твари, как бы создавать, но до определенного размера. А если эти твари очень мелкие, то это им не по силам. И вот здесь кончается соперничество волхвов с Богом Моисея. Они признают свое бессилие. «И сказали волхвы фараону, это перст Божий, то есть они увидели в этом руку Бога, но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Мы видим, что он проявляет некое ожесточение, сам ожесточается. Здесь сказано, что сердце его ожесточилось, хотя под конец, когда он уже определится во зле, будет говориться, что Господь ожесточил его сердце. Имеется в виду, что Господь как бы согласился с тем выбором, который этот нечестивый фараон совершил. Если он избрал путь ожесточения, то он теперь будет идти этим путем до конца. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и вись пред лицо фараона, вот он пойдет к воде, и ты скажешь ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои, песи их мух, и наполнятся домы египтян песими мухами и самой земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим, завтра будет сие знамение. Здесь мы видим новую казнь, это песьи мухи. И если говорить об этих песьих мухах, то был культ пса, как некого существа, которое действует в загробном мире. И египтяне, они пытались умилостивить божество с песей головою, чтобы когда они попадут на тот свет, им было бы не так тяжело, не так прискорбно. Посмотрим, как объясняет Исидор Сивильский четвертую казнь. В четвертый раз Египет поражают мухи. Муха очень назойливое, беспокойное животное, под которым подразумевается не что иное, как назойливые заботы плотских желаний. Итак, Египет поражается мухами, ибо сердца тех, кто любит этот век, поражаются своими беспокойными желаниями. Действительно, те желания, которые человек может обнаружить в самом себе, они как пёсьи мухи всё время преследуют человека, всё время мучают его. Так и сделал Господь. Налетело множество пёсих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую, и погибла земля от пёсих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал, «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему». Почему Моисей считает, что жертвоприношение отвратительно для египтян? Потому что египтяне обожествляли животных, которых Моисей собирался принести в жертву Богу. Они обожествляли и баранов, и коров, и быков, и козлов. И Моисей говорит, «Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями?» То есть египтяне могли всё это воспринять как акт богохульства. «Мы пойдём в пустыню на три дня пути и принесём жертву Господу, Богу нашему, как скажет нам. И сказал фараон, «Я отпущу вас принести жертву Господу, Богу вашему, в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Моисей сказал, «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удаляться пёсь и мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». Вот здесь так деликатно Моисей выговаривает фараону, и опять мы видим, что он не хочет молиться в этом капище, каковым являлся дом фараона, полный идолов. «И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил пёсь и их мух от фараона, от рабов его и от народа его не осталось ни одной». То есть ни одной пёсь и мухи. «Но фараон ожесточил сердце своё и на этот раз и не отпустил народа». Вот в первых случаях он сам ожесточает своё сердце, а когда его сердце уже будет неспособным исправиться, то далее говорится, что Господь будет ожесточать его сердце, как бы соглашаясь с его выбором, как в Писании сказано, «Нечестивый пусть и творит нечестие», то есть до некого предела, когда можно будет его уничтожить. Итак, мы сегодня окончили изучение восьмой главы книги «Исход». Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем вместе с вами читать девятую главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах на другие главы книг Священного Писания. Субтитры создавал DimaTorzok